Слава Украине! Привет всем от Полонского! На России продолжаются чудеса, и все чудесатие и чудесатие. И так, они еще вчера начали отключение мобильного интернета, вернуть все в зад, да? В Новгородской и Псковской, я это бы говорил, областях. Да, начали выключать там, на ночь, то есть где-то выключают там с часу ночи и до шести утра. Ни хрена не работает, GPS нет, ничего нема, мобильного интернета нема, да? Все, глонасы, шманасы, все это отключено. А теперь это все перекинулось еще и на Ленинградскую область. Надо сказать, что одновременно они выключали, по другой причине, сейчас интернет, точнее мессенджеры отключали в Якутии, и в Башкортостане, и в Бурятии. Ну, там понятно, там из-за выступлений местных антифашистов против российской власти, против беспредела, против которой там творится на местах, там другое, да? А вот эти три области очень интересны. Речь идет о Новгородской, Псковской и Санкт-Петербурге области, то есть Ингре, будущее свободное от московитов Ингре. Там отключается, значит, интернет, более того, это интересно, это приводит даже к неожиданным вещам, не только там не работают всякие мессенджеры, не только не работают, да, вы хотите по GPS куда-то доехать, только свисни, вот, нет, не только это. Не работают, например, частично не работают банкоматы, тоже зависит от этого. То есть цирк на дроте, страна погружается в какой-то маразм и в какой-то вообще идиотской абсолютно. Ну, они назад к сталинизму туда идут, в болото, возвращают все взад, где деды воевали, деды дедов расстреляли. Ну, вы все помните, ГУЛАГ прославляли, Сталина в попу целовали. Да, вот туда возвращают. А что ж такое, что это у вас? А все довольно просто, ребятки, это после прилета в наших беспилотников. Они решили таким образом обезопасить свои объекты. Ну, уже обезопасить, скажем так, заводы, которые там делали нефть на продажу, ну, и на внутреннее потребление имеется, в услуги. А также второй завод в Туапсе, ну, это уже не тут, это Сочи. Да. Так вот эти два завода, они крякнулись оба. Не работает ни один, ни второй, вы бы видели. Значит, Туапсе там он закрыт непонятно на какой срок, потому что сгорели основные его установки. И точно такая же работа, точно такая же ситуация в Санкт-Петербурге. Основные установки сгорели аккуратно. А то, что не сгорело, покрыто метровым слоем льда из-за того, что эти пожарники, скажем так, тушили его водой. Ну, и, как говорится, там намерзло такое, что сейчас его коррежут. Представляете, вот метр льда на этих всех трубах, вообще на всех коммуникациях, на всем. На всем он сейчас просто коррежит его и приводит негодность. Короче говоря, этот завод надо сносить, увидеть, его там снесут в результате, он работать не будет. То есть не работает, вот апдейт по нашим двум бавовнам, два завода полностью выведены из строя, не работают. Вот так вот, это уже хорошо, это уже красиво. Ну, а эти, значит, после драки начали махать кулаками, да давай отключать, оставлять своих вот этих вот скрепных глубинариев, оставлять без мобильного интернета. Ну, что, они жили всю жизнь без мобильного интернета, ничего себе. Ну, уже надо быть последовательными, отключите им газ, у кого он там еще есть, свет отключайте, канализацию, водопроводы. Но им все не нужно. Жили всю жизнь скрепно в землянках, в этих курных избах, в бараках, как при Сталине. Ну, вот это вот и нужно туда возвращаться, а то излишится всякий интернет, выдумали. И машины тоже, выкиньтесь, едьте на брички, на повозки, будет хорошо. Вот так, ребята, вот так вот. Что один дрон животворящий делает? Хотя в случае Санкт-Петербурга, с Санкт-Петербургом, все-таки, давайте скажем честно, дронов было два. Одному было просто скучно летать, вдвоем все-таки веселее, вдвоем легче и завод завалить.